Сегодня в Брянске зарегистрировано порядка 40 тысяч машин, и всем им требуется место для парковки. Как, например, в этом дворе по улице Комсомольской. На часах всего лишь 5 часов вечера, а на прилегающей к домам площадке уже яблоку негде упасть. Это они, по сути дела, целыми днями. И с утра до вечера, и так далее. А здесь территория маленькая, газоность очень большая получается. Заасфальтировали вот эту территорию, домовой территории никакой нет. Как говорят местные жители, ближе к ночи машин становится еще больше. В и без того душном воздухе чувствуется запах испарения бензина. Из-за этого вянут аккуратно посаженные вокруг дома растения. Некоторые автовладельцы не гнушаются ставить свой транспорт прямо на газоны. Как можно собираться? Здесь постоянное испарение, постоянные эти автомобили, не побегать, ничего. А вы видите детская площадка какая? Совсем маленькая. Такая маленькая площадка, и никакого дискомфорта. Дети чувствуют. Все. Не играют. Но самое страшное в сложившейся ситуации то, что из-за огромного скопления транспорта не может проехать скорая помощь. Медикам приходится добираться до квартиры, где лежит больной человек пешком. Проехать не могли. Остановились. И шли своими чемоданами. Совсем шли пешком. Немножительное расстояние. Пришли, жалуются, говорят, что это у вас за дом проехать невозможно. Как объяснили нам в ГИБДД, ситуация с неправильной парковкой стала нормой в больших городах. В корне исправить ситуацию не получается. За семь месяцев этого года в Брянске уже было выявлено более тысячи таких административных правонарушений. Проезд, стоянка, мойка транспортных средств на детских, оздоровительных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также хранение разукомплектованных, неисправных транспортных средств в указанных местах в учет наложения административного штрафа на граждан от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Конечно, можно изменить архитектурное решение двора. Недавно жильцы написали письмо с такой просьбой. На это компания, курирующая данный участок, прислала следующий ответ. «Одобрен проект архитектором города, и в принципе ничего они не могут нам, в общем-то, посодействовать, ни в чем. Своими силами какими-то, пожалуйста, но они до сих пор нам не просчитали, не сделали расчет, например, сколько будет стоить, чтобы нам сделать, допустим, хорошую отмостку, потом вокруг переделать дорожки так, чтобы люди ходили». Самое же простое решение проблемы – платная парковка. Здесь их в округе аж четыре. Стоимость от 30 до 60 рублей за сутки. И справедливости ради стоит отметить, что некоторые жители из этих домов все-таки оставляют свой транспорт именно там. «60 метров отсюда 30 рублей стоит она. Всего лишь. Проблем никаких не имеет. Проблем никаких нет. Машину можно поставить нормально. Даже четыре, вот здесь у нас стоянки, четыре, за этим домом находятся они. «Там много машин собирается, вы паркуетесь?» «Ну, достаточно, можно в любое время, хоть 9 часов приехать и поставить ее». Выходит, и решение вроде есть. Однако, ВОЗ и ныне там. Вот и получается, что несознательные водители предпочитают экономить свои деньги в ущерб комфорту и, что самое главное, здоровью окружающих и, кто знает, может быть, своему собственному. Виталий Угримов, Рестарх Никитин, Игорь Сусла. События. Брянск.